Члены правительства обсудили и ход уборочной страды. На этой неделе, как и на прошлой, погода аграриям благоприятствует. Работы должны быть завершены в ближайшие дни. В республике намолочено порядка 600 тысяч тонн зерновых. Больше всего в Яльчикском, Цивильском и Вурнарском районах. Урожайность достигает 23 центнеров с гектара. Перерабатывающие предприятия закупили свыше 60 тысяч тонн нового урожая. Осталось убрать на сегодняшний день 10 700 гектаров. В основном это поздно убираемые культуры. Гречиха 6,2 кукуруза на зерно 1,7. Такие культуры, как проса. И осталось немного у мелких фермеров зерновых культур. Поздние посевы. Завершены уборочные работы без учета гречихи и кукуруза на зерно. В Алатарском, Батревском, Канарском, Комсомольском, Красночитайском, Порецком, Шамурчинском, Яльческом и Антиковском районах. Погода в целом благоприятна для созревания. Как Михалыч отметила, кукуруза не только носилась, но и на зерно. Но многие хозяйства рассматривают кукурузу, которую сели на силу, убрать на зерно. В этом году хорошо дозревают. В большинстве сельхозпредприятиях заготовлено необходимое количество кормов. Продолжается уборка картофеля, хмеля. Цены на урожай приемлемые. Одну тонну пшеницы третьего класса сейчас покупают за 10 тысяч рублей. Перед аграриями республики стоит задача провести в срок все фазимы культур. Приоритете сокращение бесхозных полей. Михаил Игнатьев отметил, что власти муниципалитетов должны найти эффективных собственников. В этой конкурентной среде эффективный собственник, земледелец, он должен появиться. И все те земли, которые еще не обрабатываются или не с его в роти, они должны у нас в течение буквально при такой ситуации года, надо все ввести в его в рот.